Эта высотка на углу театральной и курортного проспекта поднялась за год. Строители возвели 13 этажей. Потом работы приостановили. Объект попал в списки администрации города как незаконный, а суд обязал застройщика снести сооружение. В компании, которая принадлежит дом, с такой постановкой вопросы не согласились и сносить свою недвижимость не спешат. Когда город готовился к Олимпиаде, владельцев этой высотки обязали затянуть фасад баннером. Но предприниматели подсчитали и решили, сделать настоящую отделку будет дешевле. Так что со стороны курортного проспекта здание выглядит парадным и как будто достроенным. А вот со стороны театральной видно, все-таки это еще стройка. По словам Татьяны Кондратьевой, юриста, представляющего интересы владельца высотки, дом на улице театральной возводился согласно инвестиционному контракту. Он был подписан с администрацией города в 2006 году. По документам, это 18-этажная гостиница апартаментного типа. В настоящее время стоит 13 этажей, но мы будем обращаться за выдачей разрешения на строительство именно 18-этажного здания согласно первичного проекта. Проект в настоящее время есть, и мы в ближайшее будущее готовы заниматься вплотную данным вопросом, чтобы получить разрешение. В случае отказа будем обращаться дальше в суд. Однако в администрации города утверждают, разрешение выдавалось всего на пять этажей. Застройщики отклонились от параметров разрешенного строительства. Следовательно, высотка эта сегодня вне закона. В 2006 году было выдано разрешение на строительство пяти этажей надземных и один подземный. Соответственно, если вы можете видеть, 13 этажей сейчас существует уже по факту. Соответственно, это незаконное строительство. На официальном сайте городской администрации обнародован список незаконных строений. В нем почти три саппозиции. Все здания подлежат сносу. Многие из них уже снесены, по некоторым еще идут судебные тяжбы. А это значит, что во фразе «снести нельзя достроить» запятая может быть поставлена в разных местах. Между тем, еще в январе этого года глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков на встрече с журналистами заявил, в Сочи почти все приговоренные самострои снесли. Остались те объекты, по которым есть судебные решения, препятствующие сносу. Согласно 310-му федеральному закону, пока в городе действуют моратории на строительство. Он истечет 1 июля. И только тогда по всем спорным недостроям возникнет окончательная ясность – будут их сносить либо достраивать. В любом случае, последнее слово во всех этих историях остается за судебными инстанциями.